МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Оркен Медиа время новостей. С информационной картиной дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Виктория Буханцева. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самоликвидировался в поселке Гульшат. Террорист взорвал себя. Обезвоженные третью неделю жители поселка Саяк остаются без воды. Водовод в состоянии, просто ваховом состоянии. Новое кино. Какие каналы исчезнут из казахстанского эфира и какие придут им на замену? Мы заменяем их другими телеканалами, более интересными для зрителя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые подробности. В поселке Гульшат террорист совершил самоподрыв. Об этом сегодня сообщила пресс-служба КНБ Республики. С начала недели пользователь ватсап получает сообщение о том, что неизвестный позвонил и сообщил о заложенных бомбах по четырем адресам. У нас в городе, на станции Балхаши, в поселке Гульшат. В послании также говорится, что в ходе отработки задержали 9 человек. Еще один погиб. Сегодня официальную информацию дал Комитет национальной безопасности. Пресс-служба ведомства сообщает, 26 июня в городе Балхаши, поселке Гульшат, Карагадинской области, пресечена деятельность радикальной группы, которая планировала террористические акты с использованием самодельных взрывных устройств. Сообщается, что при задержании в поселке Гульшат один из террористов произвел самоподрыв и от полученных ран скончался. Изъяты компоненты к взрывному устройству, огнестрельное оружие и иные вещественные доказательства. По данному факту начато досудебное расследование. Следственные мероприятия продолжаются. Вернется в Адам. Завтра жителям поселка Саяк обещают подключить водоснабжение. Напомним, без него население живет уже третью неделю. Засуха в поселке началась 12 июня из-за аварии. После трубу еще прорвало в нескольких местах. Питьевой воду жителям доставляют на водовозах. В сутки на точку по железной дороге приезжают две цистерны вместимостью 60 кубометров жидкости. Две рабочие бригады уже устранили больше 40 аварий на водоводах. Ходу работы помешали еще и дожди, которые были на неделе. Техника не могла проехать по бездорожью. Сейчас идет замена двух километров труб. Обновить нужно еще 9 километров. Ожидается, что сегодня вечером после наполнения резервуаров саяковцы все-таки получат воду. Почему так долго шли ремонтные работы? Из-за чего вообще произошла авария? И может ли повториться история с засухой? Нам рассказал Аким города Александр Аглиуллин. Изначально почему была остановка? Остановка была, сгорела защита на электрооборудовании на четвертом подъеме. Устранили. Ну, сутки-двое, все нормально. Запустились, но при этом произошел толчок. То есть, любой насос на бруне, когда он останавливается, снова запускается, происходит гидроудар. И начинает рвать трубу. Здесь труба тонкая, она уже сгнила. Начинаешь где-то гидроудар, здесь она еще держится, здесь рвет ее. Здесь поменяем, ее будут рвать здесь или... То есть, водовод в состоянии просто ваховом состоянии. Ситуация-то не сегодняшнего дня, она уже давно назревала, поэтому за период, с момента, когда была там авария на трансформаторе на четвертом подъеме, осенью прошлого года, уже вложено в сети насосные станции порядка 70 миллионов тенге, на то, чтобы привести более-менее в порядок хотя бы электрохозяйство. И вода уже дошла до резервуаров САИКа. Сейчас там приходит порядка 15-20 кубов при нормативе. В последнее время у нас подавалось 50-60 кубов. После устранения аварии мы дальше будем провести закачку воды в резервуары. По СНИПам на это потребуется около 7 часов. Вынуждены отключения. С 1 июля казахстанцы останутся без некоторых иностранных телеканалов. Через два дня в силу вступает закон, который запрещает ретранслировать зарубежную рекламу. Чтобы его исполнить, кабельные операторы вынуждены идти на ограничения. Какие, расскажем в следующем сюжете. Операторы кабельного телевидения уже предупредили своих абонентов. Через пару дней некоторые иностранные каналы пропадут с экранов. Отказаться от них пришлось из-за запрета на вещание зарубежной рекламы. Его приняли еще в октябре 2015-го, а в силу он вступает 1 июля. К изменениям в программе передач большинство балхажцев отнеслись спокойно. Свои каналы лучше смотреть, чем российские каналы смотреть. В основном я новости смотрю, мне шансоны вот эти не интересуются. В основном, что происходит в Казахстане, только нравится мне. Вот именно если эти каналы не будет, то для меня не имеет никакого значения. Интернет сейчас, гаджеты все, передовые технологии. В принципе, интернет я могу посмотреть. Специалисты компании «Алтынарна» заверили, большинство каналов останутся. С их правообладателями заключили соглашение, по которым в казахстанский эфир трансляции будут идти уже без рекламы. Но договориться удалось не со всеми. Балхажцам придется распрощаться с «Шансон ТВ», «Мультиманией», «Русским Эллизионом» и «Фениксом». Каждый абонент дорог, и учитывая их интересы, мы, исключая эти телеканалы, мы заменяем их другими телеканалами, более тоже интересными для зрителя. Это телеканал «Хистери», «Фокслайф», «Домашний перец» телеканал и «Надгео Вайлд». Некоторые каналы пропадут с экранов временно, их судьба до сих пор под вопросом. Также у нас ведутся сейчас на данный момент переговоры по телеканалам «Россия-СНГ», «Первый канал Россия-СНГ» и «Россия-24». У них еще вопрос открытый, будут ли они нам предоставлять телеканалы в очищенном формате, без рекламы, либо дать права Республике Казахстан, чтобы на территории Республики Казахстан это очищалось нами, кабельными операторами. Чиновники уверены, очищение эфира от иностранной рекламы улучшит состояние казахстанского телевидения. Выиграть от изменений должен и рекламный рынок страны. Ольга Сибуха, Виктория Буханцева, Илья Стокивеков, Оркин Медиа. И к другим новостям. В Балхаше планируют построить ледовый дворец и отремонтировать бассейн. Последний не работает уже почти шесть лет. Сейчас городским властям удалось найти источник финансирования. Необходимой суммой из госбюджета можно будет воспользоваться, если в области разрешат распоряжаться соцналогами, который платит корпорация «Казахмыс». Если этот вопрос решится, то в следующем году в Балхаше будет бассейн. Его реставрация обойдется в 200 миллионов тенге. Еще 75 миллионов хотят потратить на текущий ремонт стадиона «Металлург» к 80-летнему юбилею Балхаша. Также в перспективе рассматривается возведение крытого ледового дворца на берегу озера. План должен утириться в августе-сентябре месяце и будет дальше реализовываться. На сегодняшний день у нас в городе работает детская и межская спортивная школа. Физико-культурный конкурс, стадион «Металлург» и частный спортивный конкурс «Парс». Все секции наших государственных объектов спорта до 18 лет проходят в бесплатной основе. Первоклассные реформы. Балхашские мамы и папы не могут определиться, когда отдавать ребенка в школу. Образование переходит на 12-летнюю систему. И теперь за парты первоклассники должны садиться в 6 лет. А как быть, если ни дети, ни родители к этому не готовы, выясняли наши журналисты. Маленькая Таисия только с виду взрослая и спокойная. На самом деле, как признается мама, ее нелегко удержать на одном месте. В мае девочке исполнилось 6. Она выпустилась из садика и стала готовиться к нулевому классу. Но оказалось, что из нулевки Тая уже выросла и должна пойти в первый. Я вижу, что она не усидчивая. Она играется. Ей это неинтересно на данный момент. Нулевой класс, там и программа другая, там более играючи, там и занятия поменьше идут. То есть там занятия всего до 12 часов. Это не так, как сейчас сидеть по 4-5 уроков по 45 минут. Мы решаем ребенка детства. Зачем? Если мое мнение, что я ее могу отдать с 7 лет и точно так же, ребенок будет лучше развиваться, чем я его сейчас буду грузить этой тяжелой программой. Мнению родителей противоречат типовые правила приема на обучение в организации образования. По ним в первый класс берут детей, которым к 1 сентября уже исполнилось 6 лет, независимо от уровня подготовки. Из коллег по саду нашей героини под эти нормы попадают больше половины. Остальным повезло. До начала учебного года они не успеют отпраздновать шестой день рождения. Если раньше предшкольные классы, подготовительные группы были в детских садах, то сейчас эти подготовительные группы выведены в школы, как считают предшкольные классы. То есть с 5 лет до 6 лет он должен в подготовительный класс прийти, а с 6 лет он должен сесть в первый класс, которому исполнилось бы на 1 сентября 6 лет. Если ребенок, по мнению родителей, еще не готов сесть за парту, его можно отправить на подготовку для первоклашек. В июне и в августе во всех школах города проводят бесплатные двухнедельные курсы. Принимают всех желающих. Крепкие узы перед вступлением в брак отправлять молодых людей на специальный тренинг предложили в Казахстане. Эти уроки помогут укрепить семейный союз, подготовить жениха и невесту к взрослой жизни и научат разрешению споров. Вопрос как никогда актуален. Сейчас в стране распадается каждая третья семья. Из 149 тысяч зарегистрированных в браках в прошлом году развелись 53 тысячи, что поможет изменить статистику расставаний и кто должен заниматься подготовкой к совместной жизни. Мы узнали у горожан. В первую очередь, наверное, к семейной жизни подготовка сама семья, где ребенок воспитывался. Общественные организации, наверное, сформироваться даже, которые будут объяснять вообще смысл существования семьи, и что семья создается не для того, чтобы ее разрушать, там, ну, где-то там на 2-3 года, что это, ну, это целый, ну, как, целый институт. Все с мужем перетерпели, все вместе. 13-14 лет детей, как бы, притирка должна быть, мне кажется. Повстречаться должны какое-то время, понаблюдать друг за другом. В первую очередь должна готовить семья. Это мама, это папа, это старшее поколение. С молодежью пусть работают психологи, потому что, как, новое, как время, молодежь двигает все, практически. Их надо обучать. Должна быть культура, во-первых, то есть ценности, а ценности воспитываются в школе. То есть обязательно нужно вводить предметы. Этика и психология семейной жизни раньше были. Это первое. А второе – учить молодежь общаться друг с другом в социуме. Люди сами должны дышать. Семья, как бы, она с молодым начинает расти, и она потом создается. Сейчас молодежь очень такая строптивая, они никого не слушают. Я вот знаю, с вами говорю, ой, мама, ладно, ты что, мама, да ладно. Вот как их воспитывать? Пусть сами вразумят. На этом все. Следующий выпуск новостей завтра в 20.15. До встречи в эфире.